Уважаемые дамы и господа, добрый день! С вами в нашей студии сегодня я, Шевченко Виталий, аналитик компании Grand Capital. Вашему вниманию предлагается комментарий к текущей ситуации на товарно-сервовых рынках. Сегодня рынки находятся под слабым позитивным фоном, настроения более-менее положительные. В особенности это отражается на рынке нефти. На данный момент нефть марки Brent прибавляет 0,1, WTI прибавляет 0,4. Немного негативные настроения у нас на рынке цветных металлов, а также на рынке драгоценных металлов. Фьючерсы на золото в минусе уже на 2,4, серебро падает на 0,1 и лидером падения у нас выступают фьючерсы на медь, которые сегодня уже упали на 5,1. Если обратиться к рынку нефти, то можно сказать, что данные, которые вышли вчера от Института нефти, поддерживают данный рынок. Сегодня мы ожидаем данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Ожидается, что запасы сырой нефти, а также запасы дистиллятов немного выросли. Однако при этом запасы бензина сократились. Считаем, что целесообразно в данный рынок лучше входить после выхода данной макростатистики, чтобы более уверенно и более наглядно знать, какая ситуация складывается, в каком направлении данный рынок будет двигаться. Касательно рынка драгоценных металлов, мы все-таки считаем, что сегодня возможно опять тестирование области 1260-1265 долларов, за тронскую унцию на рынке золота. Если обратиться к сырьевым валютам, то внешний фон, который складывается у нас на товарно-сырьевых рынках, положительно на них сказывается. Канадский и австралийский доллар укрепляются, но все-таки если пойдет какая-то негативная статистика, то это может как раз привести к коррекции тех же самых товарных валют. На этом наш комментарий подошел к концу. Более подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте www.grandcapital.net. С вами был я, Шевченко Виталий, аналитик компании Grand Capital. До новых встреч и попутных трендов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова